Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Кто давно меня смотрит, ну и вообще, кто смотрит мой канал, знает, что у меня недавно был ремонт. Ну и давайте я поделюсь с вами, сколько же... Я делала ремонт только в прихожей, и на кухне я сделала потолок навесной. У меня был, ой, навесной, натяжной. У меня был натяжной потолок, но у меня посередине, во-первых, была одна люстра, я сделала шесть лампочек. А во-вторых, мои дорогие, он у меня был глянцевый. Никогда не делайте глянцевые потолки. У меня в зале и в спальне тоже глянцевые. Ммм, как же я пожалела. Ну ладно. В общем, и я сегодня хочу рассказать приблизительно, сколько же денег у меня ушло. Вот, считайте, на потолок, на кухне и ремонт и замена мебели в прихожей. Я сейчас... Штукатушка, грунтовка, шпаклевка. Это все на прихожую ушло. 1177. Доборы на двери. У меня были вокруг дверей белый пластик. Ну, кто давно меня смотрел, видели на это. А сейчас уже сделали так, по-цивильному. Так, плинтус. У меня был плинтус, но все равно новый пришлось покупать на плинтус 1100. Обои 8000. Ну, мешки для мусора покупала 75 рублей. Розетки. 1000 рублей. Пленка и скотч. Пленка это накрывать мебели. Ну, потому что, когда потолок натягиваешь, там, мои дорогие, там... Они же сверлят. Здесь-то у меня они убрали старые и натянули новые. Практически не сверлили. И то, лампочки-то сверлили. Было много пыли. И пена 499 рублей. Это для доборов, для дверей. Вот. Пришлось ее брать. Ну, сама работа, поклейка обои, вот эта замена, блинтусу, в одной комнате 10 тысяч. Поверьте, это очень дешево. Это очень. Вот как бы... Потому что я узнавала, цены были вообще... Заламывали. Начинали от 28. И вот я нашла самую дешевую. Так. Потолок у меня обошелся в прихожей и на кухне. 18 тысяч рублей под ключ. Нет, не под ключ. Под ключ это еще плюс лампочки 2200. Плюс... 2860 лампочки. И светильники на 1154. Я еще поставила домофон. Видеодомофон. Под ключ с установкой. 14 тысяч. Мебель. Мебель еще не пришла. Как придет мебель, я вам, конечно же, покажу. Она обошлась нам в 80 тысяч. Из пяти наименований. Большой шкаф. Вешалка. Узкий шкаф на 60. Один комод на 60, один на 90. По два ящичка внизу для обуви. В общем, когда придет, я вам, конечно же, покажу. И коврик елочка. Тысяча рублей. Я не знаю, это в ремонт, не в ремонт. Но раз мы все меняли, я хочу показать. Я хочу сказать, все, кто живут, ну, во всяком случае, давайте я буду говорить про Западную Сибирь. У нас здесь все песок. У нас песок ужасный. И если вы хотите, чтобы по всей квартире не носился песок, вот купить елочку. И это, вот это единственное спасение. У всех, у кого не земля, а пески, елочка, это очень даже помогает. Давайте теперь расскажу. Все про все у меня обошлось. Вот все, что я назвала. 141 тысяча 465 рублей. Это, отнимайте, 13 851. Это вот штука, только шпаклевка, грунтовка, доборы, плинтус, обои, мешки для мусора, розетки, пленка, скотч, пена. Вот это 13 851. Ну и плюс 10 тысяч. Считайте, это работа. Получается 23 851. И плюс потолок. И 41. В общем, где-то 43 тысячи обошлось нам, обошелся сам ремонт. Ну плюс вот. Плюс домофон и плюс мебель. И получается 141. 1465 рублей. Хочу сказать, первый раз в жизни, наверное, мне повезло. Все, кто у меня работали. Работала у меня девочка. Она наклеила обои, шпаклевала, штукатурила. Молодец. Замек. Все. Дело свои знает. Там у меня даже был такой угол неровный. Она выровняла мне его. Поставила какой-то уголок. И он так сейчас смотрится вообще как... Ну вообще. Ребята, которые там работали в плентус, там розетки, там. Ну там что-то закручивали. Пришли, сделали. В общем, пришел, сделал, победил и ушел. И прям вот как сказали, во сколько сказали, во столько и ушли. Домофон ставили. Тяжело сейчас найти, кто монтирует домофоны, потому что у них очень много работы. Но я нашла, и ребята пообещали. Пришли в то же время, не откладывая. Все, пришли, сделали. И даже я там хотела там куда-то провода везти. Все, они сказали, мы сейчас вам сделаем. Вот здесь вот есть распредкоробка. Там все что-то... Вот когда мастер своего дела. Я хочу сказать, что это, можно сказать, первый раз в жизни, когда мне не пришлось трепать нервы с мастерами. Я не знаю, или мне повезло, или действительно, что люди стали действительно оценить работу. Я еще хочу сказать, что все-таки я специально после Нового года затеяла этот ремонт, потому что я знала, что до Нового года все мастера будут заняты, как обычно, знаете, где-то октябрь, ноябрь, декабрь, все стараются сделать до Нового года ремонт. Вот. А когда я уже взялась после Нового года, у них уже все были доделаны до конца работы. Все, и они как бы искали работу. Можно сказать, потому что я... Много кто ко мне приходил, я говорю, там... Они называли ценами, там, поклеить обои. Что мне там... У меня еще шкаф большой здесь. Что мне здесь поклеить-то обои, там, два на два? И приходили, называли разной ценой, там, 28, 20, чуть по ушам-то мне ездили. Три ведра купи, сверло надо, а это на... Здесь я ничего никому не покупала. Пришли, сделали, и вообще все классно. Вот. Натяжные потолки. Два парня делали. Молодцы вообще. Пришли они, только спросили, единственное, где делать эти лампочки. Все, сами, все. Я, правда, не пришли, я мебель накрывала. Ну, у меня где ремонт был, я приблизительно вставлю где-то, или здесь вверху, или здесь вверху будет ремонт прихожей. Вот. Тоже мастера своего дела. Убрали за собой все. Тут же я никуда не ездила. Они приехали, посчитали. Потом мне менеджер позвонил и сказал, говорит, кухня и прихожая будут вам стоить 18 тысяч. Я говорю, ок. Все, они приехали. Здесь же мне... Я никуда не ходила, ничего не подписывала. Они все сделали, я им же заплатила. И они же мне эти бумажки дали, я подписала, ну, работаю. Все. Ну, вообще, молодцы такие ребята. Я говорю, я первый раз, что у меня, вот, знаете, было без всякой какой-то проволочки. Насчет того, что некоторые писали, там, пару-тройку человек. Херню я страдаю, уже взяла бы, сделала бы полностью ремонт. Девочки, мальчики, а также ваши родители, давайте я сама буду видеть то, что мне делать в моей квартире. Я не могу. Мы уже, когда вот пол мы меняли, да, мы снимали в нашем же подъезде квартиру, все такое. Я говорю, тогда тянулся этот ремонт, и еще и с мастерами мне не повезло. И, ну, короче, знаете, это... Хорошо говорить тот, кто... Мне кажется, это все-таки пишут молодежь. Это пишут те, которые ни разу не делали ремонт. А когда вы живете в этой квартире и делаете ремонт, и когда вы уже знаете, что это такое, человек в жизни не напишет. Вот. И насчет того, что... Вот эта фигня, вот эта фигня. Ну, знаете, сколько людей, столько и мнений. Вот. Пять пальцев. Они, видите, все разные, нет ни одного одинакового. Поэтому и люди все разные. И мне, например, нравится, как мы сделали ремонт, и мужу моему нравится. Сейчас еще дождемся мебели. Мебель мы заказывали в магазине АСМ, по-моему. Вот. Срок изготовления там и доставка, в общем, 50 дней по договору. Ну, это где-то будет конец февраля, начало марта. К моему дню рождения, может, придет. Вот. Мы много где ездили там, и то, не то, и то, не то. Ну, я как бы больше склонялась... Ну, в общем, мы выбирали то, что мужу понравилось, и я ок. И чтобы мне немножко, хоть немножко понравилось, и все. Главное, чтобы была не темная. Хотя, хотя, я сейчас хочу сказать, что у меня вот в спальне белая мебель, там пыли не видно, и все, поэтому... Раньше я хоть каждый день пыль вытирала, а сейчас не видно, но и не надо. Это я уже планирую прям, что понедельник, среда, пятница, надо протереть там пыль. А или не видно, я и не вытираю, поэтому... Таким засранком, как я, надо черную мебель, чтобы ходить и протирать мебель. Вот. Так что, мои дорогие, старалась я. Мы брали, у нас все недорогое. Когда ты сам делаешь ремонт, и тебе говорят, что купить, ты сам едешь, и намного дешевле можно взять. Например, штукатурка, грунтовка, шпаклевка. В одном магазине 600 рублей, в другом 1000. Все, я... Хорошо, что я за рулем, я ездила, смотрела, а вот там, там, там. Я самую дешевую нашла, по-моему, на ВДНХ. Мне она обошлась 1177. Добор я в полигоне брала. Плинтус я в полигоне брала, он тоже дешевле, потому что я в СОМ заезжала, там дороже. Обои мы брали в Доброторге. Ой, Доброторге, Домострой. Наделали этих магазинов. Добродорг, Доброцен, Домострой. Вообще. Ну, в общем, я очень довольна и ремонтом. Сейчас еще мне установится. Не надо никогда сравнивать, там, вот, я, я. Вы знаете, я стараюсь так, чтобы было чистенько, аккуратненько, чтобы, знаете, вот у меня еще мечта несбыточная, еще на кухне поменять бы обои. Ну, это уже ладно. Это уже, знаете, это в последнюю очередь. Вот кухня мы займемся, наверное, лет через пять. А может и позже. Нам главное сейчас еще зал сделать. В моей там комнате, ладно, вот зал осветлить хочу, чтобы посветлить. Ну, это уже, наверное, или на следующий год, или, может, это последующий. Потому что я говорю, цены очень, как бы, такие кусачие. И знаете, мы, когда задумывали ремонт, мы думали, ну, примерно будет, ну, тысяч сто. Вот так, ну, даже с мебелью, все, я предварительно считала. Вот. А получилось вот 140, ну, считайте, 142 тысячи. Так что всегда, когда вы думаете, что будет ремонт у вас вот на такую-то сумму, прибавляйте, говорят, 30%. Нет, сейчас наше время на 50% прибавлять. И, ну, не меньше, потому что цены ужасные. Очень кусучие. И, понимаете, если вот там, говорят, вот, надо выбирать такие обои, там вот я видела вот такие, да, там есть и по 6 тысяч, и по 8. Даже были, девушка вот, которая клеила, она говорит, по 30 тысяч есть обои, которые там вообще это. Но к этому же и мебель должна быть, и это. А она все устраивает чистенько, аккуратненько. Поэтому сейчас прям душа радуется, что, ну, когда мебель придет. Если у вас, мои дорогие, будут какие-то вопросы, задавайте, отвечу. Если кому надо, чтобы обои поклеила эта девушка, очень хорошо клеит. Спрашивайте, кто из Нижневартовска, я вам дам это. Домофон я покупала на БДНХ, но ребята у меня работали, которые на Жуково. У них там магазин есть. Вот они из Жуково. Тоже, если надо, дам телефончик. Электрики. И вообще, вот эта еще девочка, которая, которая клеила обои мне, у них еще ребята, которые мне там принтусадила и все, они еще занимаются перетяжкой мебели. Они говорят, если надо перетяжку мебель, вот, если большая, там, они на дом приезжают, если что-то маленькое, они там дома шьют, какие-то чехлы, по-моему, они шьют. Ну, и, в общем, мне понравилось, что люди ответственные сказали и сделали. В прошлый раз, когда я делала ремонт, я думала, что он вообще у меня не кончится никогда. Какие-то сопли оставались, оставались. А здесь люди сами такие. Ну, во-первых, у нас как бы договор был. Да я и стараюсь там всегда делать, что оплата должна быть после того, как будет сделано. Ну, прям, знаете, вот даже я боюсь сглазить их. Я говорю, что я всегда, когда у меня проходит ремонт, я всегда готовлюсь к тому, что, Эва, имей в виду, что ты вот думаешь, что будет ремонт у тебя там две недели, а у тебя будет там два месяца. Готовься к этому. Но в этот раз, я не знаю, звезды, наверное, так сошлись или что, я говорю, девочка это все так четко сделала. И ребята пришли, сделали, повернулись, ушли. И все как-то по плану. Тут эти, которые двери делали, тут, которые поклеили, тут домофончики. Тут еще эта девочка подсказала, говорит, замените, кстати, надо что-то, ну, который дымоход делает, когда вот если пожар или что, вот эти вот поменять. То есть, а, я еще вызывала, но я еще здесь посчитала, 600 рублей, 600 рублей, это знаете, что, короче, вот у нас же кабельное, оно у нас проходило так вот, через всю квартиру. Его засунули в плинтус, все там под дверью, нигде сейчас шнура этого нет, лишние все кабеля полоткидывали. Мастер приходил, по-моему, 600 рублей, 660 рублей мы это заплатили. Но я тоже все посчитала. То есть, как бы, все у меня отлично прошло. Так что, мои дорогие, если будут вопросы, задавайте, пишите комментарии, придет прихожая моя, конечно же, вам покажу. Ну, а пока-пока, всего хорошего, мои дорогие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok